Привет интернет, с вами Илья, это Наши Игры День и новый топ игр на Android и iOS за прошедшую неделю. Я продолжаю стараться подбирать для вас интересные новости и новинки мобильных игр, так что очень буду рад вашей поддержке в виде лайков и комментариев. Кстати, вот самые интересные комментарии из прошлого выпуска, и, ребят, пишите здесь тоже и попадете в следующий топ. А так, не затягиваем, и давайте начнем. И начнем мы с игрушки Lab Parallel Worlds. Здесь вы будете играть за персонажей, который просто очень любит путешествовать с друзьями по заброшкам и опасным местам. Вас, как всегда, позвали на приключения в заброшенный дом, но он оказался максимально странным. Тут пропадают люди, и, к сожалению, это случилось и с нашим героем. Мы попали в жуткое место с монстрами, но благо у нас есть разные пушки, с помощью которых мы постараемся отбиться от врагов. Тут мы ищем ключ к выходу отсюда, и будет непросто. В игре есть что-то вроде журналы с инфой, где мы можем посмотреть различных жутких врагов, а также про наши пушки. Также нам доступна запутанная локация, которая кишит монстрами, ну и задача наша выжить в цикле параллельных миров и делать правильное решение. Идем далее, и следующая игра это Bad to Bad. Игрушку портировали на мобилке, что на самом деле не может не радовать. Перед нами мобильный проект с мультяшной графикой и изометрической камерой. На самом деле игрушка максимально симпатичная, очень-очень драйвовая, так что точно стоишь. Внимание, игра предлагает стартовую как сцену в формате комикса, а потом нужно будет своими руками управлять солдатом панды, которые ищут боеприпасы, и идут на складах. Также мы уничтожаем врагу в прямую очередь огнестрельного оружия и просто тоже постараемся выжить. Destiny Rising. Наконец-то игру можно оценить на Android, и сейчас доступна альфа-версия, правда только тем, кому ее отправили. Перед нами новый эпический фри-то-плей мобильный проект на улучшенном фантастическом ролевом формате. Нас ждет ролевой шутер с множеством игробиных персонажей, общим миром и множеством игровых режимов. Тут, в общем-то, игра сделана от компании NetEasy Games, и она официально лицензирована. На самом деле, клево увидеть Destiny на мобилке, это как минимум необычно. Перед нами совершенно новое приключение в альтернативной временной шкале, повествующей об эпохе после темного века. Игра предлагает динамичные и сложные приключения в альтернативной шкале, предлагает игрокам динамичный и сложный одиночный и кооперативный режим в многополитическом формате. Но, в общем-то, игра включает в себя как знакомые игрокам режимы, так и совершенно новые, так что будет интересно увидеть это на мобилке. Новая часть хоррора Poppy Playtime тоже доступна, и она поднялась уже в топ-4 места российского App Store. По сюжету, игроки отправляются в заброшенный приют под некогда волшебной фабрикой игрушек. Им предстоит прибираться через жуткие места, решать головоломки и прятаться от монстров. Разработчики добавили новых чудищ и монстров, улучшенные хвататели, новые руки и противогаз, с помощью которого можно пробраться через красный мир. Состоялся релиз мобильного порта Carryon от Developer Digital. По сюжету, здесь игроки помогают бесформенному монстру выбраться из лаборатории. Поигравшие отмечают хорошую работу со звуком, но некоторым дизайн уровней показался скучноватым. В общем-то, цифровая гамма тут тоже, так скажем, может показаться однообразной, но, как по мне, все равно игра максимально симпатичная. И с каждым уровнем и каждым насаженным человеком ваш монстр становится сильнее и умнее, но и люди, конечно, не дремлют. Они вооружаются, оказывают достойное сопротивление. Кто выйдет победителем из-за противостояния, пока неизвестно. Но, в любом случае, скучно тут точно не будет, потому что геймплей максимально веселый. Так, ну и последнее на сегодня это BattleTabs. Пвп комьюнити, просто очень милая игрушка. Тут матчи проходят по широкому режиме, и по вашему полю стреляет противник, а потом вы по его полю. На самом деле, необычно то, что даже если противник или вы заденете корабль, то следующий ход порой передается оппоненту. Общение во время матча проходит через смайлики, а сами кораблики могут быть разные формы, напоминающие скорее Тетрис, чем классический морской бой. Так, ну что, ребята, на этом наш небольшой топ подходит к концу, и как обычно, жду от вас лайки, комментарии, и пишите в комментариях, какие игры показать в следующем выпуске. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро вновь увидимся, будем на связи, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok